Привет всем! Как вы наверняка слышали, звучали призывы к представителям МД иметь области интересов помимо МД, чтобы это служило и развитию, и привлечению новичков. Одно из моих хобби – любительские переводы, без какой-либо конкретной узкой темы. Мне нравятся харизматичные яркие спикеры, личности, у которых есть что послушать и чему поучиться. Часть тех, кого я нашел достаточно интересными для перевода, находится в специальном плейлисте на моем канале, который так и называется «Переводы». Один из людей, которого я прослушал и прочитал достаточно много и которого я периодически вспоминал и цитировал в своих видео – Дэвид Джон Коуделл Ирвинг, более известный как Дэвид Ирвинг. Сегодня, 24 марта, у него день рождения. Сегодня ему исполнилось 82. Дэвид Ирвинг – блестящий лектор. Многие его лекции я смотрел по десятку раз и более. И, приурочивая к дню рождения, я публикую его первую, насколько мне известно, лекцию, полностью переведенную на русский. Как вы увидите, там есть не только перевод, но и целая серия иллюстраций по теме. Однако, в силу тематики, которой Ирвинг посвятил всю жизнь, я не буду размещать его перевод на ютюбе. Основная версия, в наилучшем качестве, лежит на тор-сайте. Ниже я расскажу в двух словах, что это и как туда попасть. Но также я рискнул и разместил копию на битшуте. Пусть это будет в том числе и тестом битшута на политику контента. Если вы не знаете, что это за тематика и кто такой Ирвинг – отличная лекция для первого знакомства. На последнем экране я размещу пару ссылок на беглый обзор его наследия от историка и на объяснение одного из издателей, почему он счел стоящим и важным его издавать. Ирвинг – человек эпоха, человек-легенда, можно сказать, мистер Вторая Мировая. По сути, он – живое переопределение понятия историка Второй Мировой. Он сам есть история и часть истории. Часть истории Второй Мировой, которая не только не завершена, но и продолжает ворочаться на всем своем протяжении, представая с новых и новых сторон. После его лекций иначе смотришь на так называемых историков Второй Мировой, которые не могут прочитать рукописный немецкий документ. Некоторые его книги продаются на русском, но далеко не самые знаковые, к сожалению. Английские же оригиналы, пока есть возможность, можно приобрести прямо у него с автографом. Достаточно попросить об этом в комментариях к заказу. Его флагманское произведение, над которым он работал большую часть жизни, называется «Война Гитлера». Его личная жизненная история – отдельный удивительный аспект, которому он обычно уделяет часть времени в лекциях. У этого человека точно есть чему поучиться, в том числе в плане взаимодействия с враждебными СМИ и сообществами. Иногда Ирвинг выражается весьма жестко, но если знать, чего он натерпелся от определенных кругов, то останется только удивляться его выдержанности и цивилизованности. Нравится или не нравится то, что он говорит – это отдельный вопрос, совершенно отличный от «правда или неправда». Мне может не нравиться, например, его позиция по Катыни. Но я не историк, и мне нечего ему возразить. Я никогда в жизни не работал с архивными документами. У него и в целом по Второй мировой позиции особенные, и она не обязана нам нравиться. Это позиция британца и настоящего британского патриота, и можно только позавидовать стране с такими патриотами. А учитывая, что он написал про Черчилля, остается только с облегчением вздохнуть, что он не написал книги про Сталина. Впрочем, если бы у нас в стране действительно были заинтересованы в развитии сферы истории Второй мировой, а у нашей страны есть очень серьезные причины для заинтересованности этой сферы, Ирвинга стоило бы приглашать на официальном государственном уровне, тем более что он много времени провел работы и в российских архивах. Если он в чем-то не прав, то тем более нужно было бы дать ему возможность подробно высказываться, а другие фигуры со сравнимым уровнем знаний могли бы его поддерживать или критиковать. Я готов принять претензии по тонкостям перевода, что я что-то не так понял или сформулировал, или что иллюстрация ошибочна, но по содержанию лекции вопросы только к самому Ирвингу. Он отвечает на почту, так что если вдруг найдутся желающие получить премию Ирвинга, условия которой озвучены в том числе и в этой самой лекции, обращайтесь к нему, я только пожелаю удачи. На меня Ирвинг производит впечатление человека-слова, так что я верю, что он его сдержит. А мне это будет любопытно, как историческое событие. В качестве дополнения, уже после лекции, порекомендую отсмотреть голливудский фильм, посвященный Ирвингу. Фильм «Денайл. Отрицание». Я считаю его самым что ни на есть длинным рекламным роликом Ирвинга. Именно в силу его совершенно диснеевского примитивизма и просто-таки Геббельсовской одномерности, приправленных также рядом искажений и умолчаний. Но в любом случае вы сможете оценить контраст между реальным человеком и пропагандистской карикатурой. Навскидку, пять колоритных фактов для того, чтобы оценить, что такое был процесс Липштадт. Первое. В Верховном суде сама Липштадт не сказала ни слова, потому что во всех предыдущих судах, где она все-таки говорила, она проигрывала процесс. Второе. За нее говорила огромная юридическая команда. Только в суде присутствовало 40 человек, которые были связаны друг с другом компьютерной сетью, прямо в зале суда. Третье. Стоимость услуг этой команды составила 14 миллионов фунтов стерлингов. Разумеется, у самой Липштадт таких средств не было. Это деньги спонсоров. Четвертое. Ирвинг во всех судах представлял сам себя, то есть не пользовался адвокатами. А когда позже воспользовался, пожалел об этом. Пятое. Исторические факты в суде вообще не рассматривались, не входили в его рамки. Тема суда была «Клевета на Ирвинга со стороны Липштадт». Случилась еще и примерзейшая история, когда прямо во время процесса Липштадт Ирвинг трагически потерял одну из дочерей. История темная, но подарок, который ему прислали на похороны, наводит на очень-очень неприятные мысли. Можно себе представить, насколько сложно было цивилизованно общаться в суде с людьми, про которых у тебя есть серьезное подозрение, что это сделали именно они. Подобный перевод – дело сложное и трудозатратное. Призываю вас материально поддержать перевод, если он вам понравился. Ссылка на донат в описании. По этой обратной связи я пойму заинтересованность аудитории. Если вы скажете, что лекция была неинтересна, в это будет трудно поверить. Так что… С днем рождения, мистер Ирвинг! Постскриптум. Поскольку я видел, что у подписчиков уже были затруднения с этим, в двух словах, что такое Тор-сайт и как на него попасть. Тор-сайт – это сайт, на который можно попасть только при помощи специального браузера – Тор-браузера. Так что бесполезно открывать обычным браузерам сайты, название которых кончается на Onion. Они работают медленнее, но свободны от цензуры и фильтрации. У некоторых новых браузеров есть и встроенный Тор-браузер, как, например, у браузера Brave. Но главный, так сказать, Тор-браузер лежит на сайте torproject.org. Продолжение следует... Подависиций...